Вот пока эту запомнили, так или нет, теперь пошли дальше. Говорит шейх Ибн Усамин, Запрет может не означать запрещенности, а может означать какие-то другие вещи. Если есть какой-то довод, который вводит запрет запрещенности, например, на другие вещи. Что это за вещи? Из них следующие. На нежелательность. То есть иногда приходит запрет в шариате, в каких-то контекстах Кур'ана и Сунны, но запрет не указывает на харам, а указывает на макру. Как это понять? Основу мы сказали, запрет указывает на харам. Чтобы сказать, что это указывает здесь на макру, у тебя должен быть довод. Без довода ты не можешь сказать, здесь не харам, здесь макру. Понял или нет? Понял. Вот давайте здесь пример можете у себя записать. Хадис Анаса ибну Малика, а также Абу Гурейры. Приходят два хадиса от Анаса и от Абу Гурейры, о том, что пророк, саляму, запретил пить стоя. Запретил пить стоя. Запрет указывает на запрещенность. Так или нет? То есть если бы у нас было только эти два хадиса Анаса и Абу Гурейры, мы бы сказали, что пить стоя харам, запрещено. И тот, который выпьет стоя, тот получает грех. Однако в данном случае есть другие хадисы, которые указывают, что запрет на питье стоя указывает всего лишь на нежелательность, а не на запрещенность. Понятно или нет? И что сесть при питье лучше, но не обязательно садиться. Так. Хадис у Бухари и у Муслима от Ибн Аббаса. Хадис у Бухари и Муслима от Ибн Аббаса, где он сказал, «Шариба ма азамзам бауа хаимун», о посланнике Аллаха, сказал то, что он выпил воду замзам стоя. Он выпил воду замзам стоя. Те, которые говорят, что этот довод не годится, говорят, наверное, во время питья было столпотворение людей, и пророк не мог просто сесть. И пророк, саламу ассаляму, не мог сесть. Мы говорим то, что такое-то уиль, то есть такое разъяснение этого хадиса, противоречит его внешнему смыслу. То есть в хадисе в самом не говорится такого, что было там столпотворение, и пророк не мог сесть и так далее. Просто Ибн Аббас говорит то, что пророк, саламу, выпил воду замзам, как стоя. Это хадис у Бухари и Муслима со слов Ибн Аббаса. Также приходит хадис у Бухари, со слов Али. Он говорит, я видел, как пророк взял малое омовение, а затем то, что осталось в сосуде после этого омовения, он выпил его стоя. То есть не то, что стекло с его органов, а то, что осталось в сосуде после того, как он оттуда черпал во время вуду. Я, говорит, видел, что пророк выпил то, что осталось в сосуде стоя. Это хадис у Бухари от Алина Абиталиева. Не записано, не записано, не записал. И третий хадис, но они достоверные хадисы. И третий хадис от Ум Капша. Ум Капша. Ум Капша бинтусабит. Ум Капша бинтусабит. Ум Капша бинтусабит. Ум Таеб. Это в Саяль Мусна. То есть у шейх Мухбиля в Саяль Мусна приходит с достоверными снадами. Аннанавия, салаллаху салам, шариба бинтси тирба уау Таим. То, что пророк, салаллаху салам, выпил воду из горлышка сосуда стоя. Прямо из горла. То есть так выпил воду стоя. Хадис тоже достоверный. Некоторые сказали, наверное, этот сосуд был подвешен. Подвешен сверху и пророк не мог сесть. Чтобы из него попить, ему пришлось пить стоя. Это тоже противоречит внешнему смыслу хадиса. Понятно, да? То есть вот эти вот три хадиса указывают тебе на что? Что запрет пить стоя нежелателен. Так? Указывает на нежелательность, а не указывает на запрещенность. Теперь вопрос. Можно ли сказать, что пророк саласом совершал нежелательные действия? Отсюда это не берется, так или нет? Почему? Потому что пророк саласом сделал это для того, чтобы указать людям на то, что этот запрет не был для запрета, не был для запрещенности, а был для нежелательности. И это в его случае необходимо сделать, так или нет? Указать людям на примере своего действия о том, что пить стоя нет в этом проблемы. И это не является запрещенным, а является лишь нежелательным. Говорит, уа массалю лизали каби хаулии салаллаху алейху ассалям. И пример этому, то есть как запрет уходит запрещенности на нежелательность, массалю. Опять смотри, привели в пример этому, шейх ибн Усаймин не согласен с этим примером. Опять говорит просто массалю. Так некоторые ученые Усаймин привели в этот пример. Слова пророка салаллаху алейхусаляма Пусть ни один из вас не дотрагивается своей правой рукой до своего полового органа в то время, как он мучится, в то время, как он справляет малую нужду. Большинство ученых сказали То, что запрет здесь для нежелательности. То есть не то, что запрещено дотрагиваться, а всего лишь нежелательно. Потому что половой орган один из органов человека. И мудрость от этого запрета, как сказать, защитить или оберечь правую руку от загрязнения. Потому что человек, мусульманин, правой рукой здоровается, правой рукой кушает и тому подобное. И на самом деле в этом вопросе дотрагиваться до полуоргана во время справления нужды является запрещенным. Так как пришел явный контекст, что фиальмударя, макрун, белян, так или нет, пусть ни один из вас не дотрагивается. И основа, что это для запрета, кроме как с доводом. Довода здесь, уводящего запрещенности на нежелательность нету. Поэтому остается, что это запрещено. Но это касается только времени справления нужды. Понятно или нет? Запрет. Когда человек не исправляет нужду, нет запрета дотрагиваться до полуоргана правой рукой. И говорит Аль-Иршад.